Российские города должны стать умными. О новом проекте будем говорить с замглавой Минстроя России Андреем Чибисом, который курирует это направление. Андрей Владимирович, здравствуйте. Перед вами стоит задача, такая непростая, сделать российские города умными. Вот этот проект, умный город, что подразумевает? Подразумевает применение самых современных технологий в нашей повседневной городской жизни. Это управление всеми службами города, это вовлечение людей, удобство людям просигналить о проблеме и четкий контроль за ее решением. Это вовлечение людей в принятие решения по городскому управлению. Где что делаем, что является приоритетом, в какие сроки, как расходуем бюджет, который у нас есть, на какие приоритеты. Это, безусловно, тема другого уровня транспортной логистики, развитие качественного общественного транспорта, интеллектуальная модель управления транспортом вообще в городе, умные светофоры, все, что касается адекватных парковочных мест, удобства, включая даже бронирование этих мест через свой смартфон. Это, безусловно, тема безопасности. И безопасности не просто с точки зрения видеонаблюдения, а видеонаблюдения интеллектуального, когда можно, идентифицируя личность, лицо человека, его биометрические данные, найти человека, найти пропавшего ребенка, увидеть человека и выявить, который ведет себя подозрительно. И это не оператор делает, а система искусственного интеллекта выявляет эти случаи. Это, безусловно, тема комфортной городской среды. Умное освещение, умные остановки, сервисы, связанные с интернетом, сервисы с возможностью доступа к городским услугам. То есть, те вещи, которые еще три года назад, пять лет назад казались фантастикой, либо очень дорогим удовольствием, сегодня это технологии, которые позволяют нашу жизнь в городе сделать гораздо более комфортной, сделать ее удобной для людей всех возрастов, разных профессий. И сделать наши города такими прям высокотехнологичными, в том числе связанные с темой городского управления, городского содержания. Вот то, о чем вы говорите, это же так или иначе уже внедряется. Например, то, о чем вы говорили, например, по камерам определить, где находится ребенок. Программа «Безопасный город», например, в Чебоксарах существует. Это какие-то дополнительные новые технологии мы будем использовать или просто развивать вот эти направления? Или объединим это под каким-то одним проектом «Умный город»? Сейчас внедряется это все в таком режиме пилотном и очень разрозненно. Ну, например, вот очень понятный пример всем – это освещение. И если раньше опора освещения, столб по-простому и светильник – это был просто инструмент для освещения, то сегодня освещение или опора освещения – это такой инфраструктурный комплекс, на котором, во-первых, другого уровня освещения как такового, возможность повышать уровень освещенности при приближении, увеличении потока, приближении автомобиля и так далее, что экономит много электроэнергии. На этой опоре освещения можно разместить и нужно разместить камеру фото-видео фиксации нарушений, а эта же камера может распознавать ситуации, провокационные действия, биометрию человека, которого мы разыскиваем. Эта же опора освещения становится инфраструктурой для, например, базовых станций для развертывания сети 5G. А когда у нас с вами появляется сеть 5G, у нас с вами полноценные сервисы, связанные с интернетом вещей, появляются. То есть это всего лишь фонарный столб. Вот то же самое, если на примере столба, касается всего города. Задача перейти на совершенно другой технологический уровень с точки зрения вот этих отраслей, сделать единую платформу, которая позволит очень эффективно этим управлять, собирать данные сеть сервисов и принимать очень разумные, эффективные решения. И вот город Чебоксары стал одним из пилотов, по которым мы приняли решение, что здесь мы будем внедрять, тестировать самые передовые разработки, причем передовые разработки наших российских компаний. Вот это вот все, о чем вы сказали, это пока на стадии можно внедрить, можно фонарный столб, например, сделать вот таким вот объектом? Или уже конкретные решения есть, конкретные какие-то разработки, конкретные данные, где, когда это все начнет появляться? Все решения технологические есть, и в этом смысле Россия обладает достаточно уникальным потенциалом. Другое дело, что проблема в том, что отдельно разрознено решение есть, а упаковано в то, как это можно, в комплексность, такого почти нигде нет. Есть действительно Москва, которая продвинулась точно гораздо сильнее, чем другие города. Но наша задача найти возможности, финансо-экономические модели и технологические модели на городах, не являющихся богатыми столицами, а на нормальных российских городах, чтобы сделать жизнь людей в этих городах гораздо более комфортнее, с одной стороны, а с другой стороны сделать так, чтобы молодые талантливые ребята не уезжали учиться в другой город или в другую страну, а видя вот эту трансформацию городской жизни, видя вот эти технологические сервисы, видя, что город становится одним из самых передовых, развивались здесь. Более того, это же совершенно другого уровня рабочие места. Это новые отрасли экономики, которые появляются. Благодаря вот этим технологиям, причем эти отрасли появляются в городах, где ребята учатся, живут и развиваются. Я знаю, что сейчас буквально на совещании прозвучал такой термин, как факультет Smart City. Кого здесь будем готовить? Честно скажу, эта идея пришла в момент обсуждения. Я эту идею предложил, и глава республики Живана это откликнулся. И задачка такая, чтобы, используя платформу, базу одного из учебных заведений, а может быть, ни одного из учебных заведений Чувашия, привлечь технологических партнеров, фактически работодателей, и создать здесь такой кластер, связанный с подготовкой специалистов в сфере цифровизации городского хозяйства, создание лаборатории по опробированию этих решений, и поиску этих решений. Эти же инновации и изобретения моментально появляются, если создана соответствующая база. И я думаю, что мы найдем эту возможность, и мы с большим удовольствием поможем. Я лично с большим удовольствием помогу своей родной республике, откуда я родом, чтобы здесь появился вот такой факультет, кластер Smart City. Потому что это такое передовое направление для всего мира. Конечно, это очень интересно для молодых и талантливых ребят. И это будет сегодня и в будущем будет еще более ценно иметь навык, компетенцию и образование в этом направлении. Это пока лишь идея, точнее даже согласованное решение, но все детали предстоит еще выработать, обсудить и уточнить. То есть информационные технологии применительны к городской среде, да? Тема, которая актуальна сейчас для Чебоксара, и то, что, наверное, подразумевает тоже под собой «Умный город», это улучшение ситуации с общественным транспортом. В Чебоксарах сейчас идет транспортная реформа. Вот в этом плане проект «Умный город» что может предложить именно в плане транспорта? Целый набор решений. Первое. Принятие решения по маршрутам на основании данных, а не ощущениях конкретно взятых чиновников или руководителей предприятий. Это принципиально важно, потому что действительно всегда вот эта полемика по поводу того, там убрали, действительно ошиблись, будем исправлять. Это потому, что принимая решения, не анализируются, не собираются, не анализируются данными. Это первая задача. Вторая задача. Интеллектуальная транспортная модель, которая позволяет оптимизировать, менять и улучшать маршруты, в том числе время пребывания, сокращать интервалы, исходя из, опять же, данных о фактически перевозимых людях. Третий момент. Это, конечно, другое качество работы общественного транспорта. Действительно, очень хорошо, что есть уже подход, связанный с внедрением такой онлайн. Без контакта, без оплаты. Это важно и с точки зрения удобства потребителя, и прозрачности денежного потока, и анализа тех данных, о сколько людей ездит. И, конечно, помимо общественного транспорта, тема более эффективного, скажем так, как распределения транспортных потоков, оптимальной работы светофоров, организации общественных парковочных пространств. Это все как раз тема умного города. Ну и, конечно, четкий контроль за работой транспорта через системы навигации либо через системы фото-видео фиксации. Чтобы было понятно, что никто никого не обманывает, что такое-то транспортное средство выходит на маршрут, обеспечивает соответствующую доставку пассажиров и четко работает по плану. Ну что ж, надеюсь, что те факты, которые вы сейчас и называете, которые пока кажутся фантастикой, скоро станут реальностью в Чебоксарах. Спасибо. Я напоминаю, проекте «Умный город» мы говорили с заместителем министра строительства России Андреем Чибисом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok